здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа руководителей и я вика сегодня мы вот разберем с вами вот этот вот топик девчонки сегодня утром не просто прислала подписчица в instagram кстати подписываемся если у вас что-то есть интересненькое присылайте вот и сразу же я делаю разбор потому что моделька действительно очень классная симпатичная простенькая просто симпатично конечно же не для нас возрастных но для дочек внучек вполне очень даже очень даже топ с рюшами смотрите вяжем мы его снизу вверх я раскладку делаю как бы на половину но лучше вязать в круговую да по не было швов чтобы все было очень 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 красивенько значит первое что мы делаем мы измеряем окружность груди и определяем как бы нашу ширину топом то есть по окружности груди по плотности вязания мы определяем сколько петель нам нужно набрать допустим для топа то есть по по кругу нам нужно 200 петель 200 петель это по кругу для того чтобы у нас нам получить рюш вот этот вот внизу нам нужно набрать число петель два раза больше то есть 400 петель здесь у нас сгиб до подразумеваем что это в круговую вязание 400 петель вяжем высоту нашего рюша где-то 10 сантиметров я так вижу 10-12 сантиметров по поводу узора узора я сразу подумала что резинка один на один потом когда уже я это эту фотографию увеличила вот то там понятное дело что там не резинка один на один там английская резинка полу патентная что-то такое но мы понимаем что это машинная вязка и она все очень тоненькая поэтому для нас либо кто любит вязать очень тонко тогда английская резинка кто не любит то резинка один на один и вот как ее в рюш определить чтобы ну развить уже под девчонки рюш я так думаю что да что развить уже под сам рюш чтобы он был душем чтобы это все не стянулась и не было комков папа поводу вязки сказала то есть либо резинка один на один либо английская резинка вот после рюша там переход идет на резинку один на один потом переходит вязание буквально один сантиметр но это не обязательно это опять же это нюансы машинной вязки мы как бы переходим на если мы вязали резинка то вяжем резинкой вот как же сделать этот рюш то есть на высоту мы связали 10 12 сантиметров это 400 петель далее в одном ряду мы провязываем все петли по 2 петли вместе вот и потом переходим на как бы основное вязание у нас осталось 200 петель это я имею ввиду кругом в круговую то есть по на половинке у нас здесь 100 петель и вяжем еще высоту 10 12 сантиметров можно больше можно меньше этого до линии проймы мы вяжем это все дело в круговую вот опять забыла здесь пункте равна нарисовать что здесь сгиб далее после того как мы определили вот эту вот длину то есть вязали и рюш и вот эту вот часть мы делим вязание на две части то есть на переднюю деталь и на спинку что касается спинки вот не вижу я там но я могу предположить что они связаны одинаково и спинка и передняя деталь связаны идентично я так себе думаю может быть спинка вот если смотреть по спинке так убавление делаем вот начиная с 6 7 петли вот мы провязываем 5 или 6 петель а вот здесь мы делаем убавление в каждом лицевом ряду то же самое и здесь то есть мы вяжем по сути вот эту вот планку цель награданную потому что убавление идут после нее где-то пять шесть петель и так в каждом лицевом лицевом ряду в начале и в конце перед вот этими отделенными планками мы делаем сокращение провязываем две петли вместе вот на количество этих сокращений вы смотрите вот по своей фигуре это может быть от 7 до 10 сантиметров вот это вот количество 7 10 сантиметров далее здесь мы продолжаем вязать ровно а вырез горловины вот если это передняя деталь то мы где-то начинаем вот здесь вот ну тоже тоже девчонки меряйте по себе вырез горловины и здесь тоже 5-6 петель планочка то есть просто мы вяжем петли а сокращать мы начинаем вот здесь вот тоже в каждом лицевом ряду то есть давайте подытожим значит мы довязали до проймы ровным ровной деталью далее начинаем делать пройму в зависимости от того насколько вы хотите глубокий вырез вы либо начинаете одновременно делать то есть делите на четыре части либо вяжите вот полочку и вперед и спинку вместе как бы потом делите на две полочки то же самое спинка вы в зависимости от выреза либо делите еще на две части спинку либо вяжите сначала цельно а потом разделяете на две как бы половинки и вяжите и сокращаете петли до того как бы состояние вот сколько у вас здесь вот должно быть это вырез уже вы сокращаете сначала вы сокращаете вот эти полочки останавливайтесь до чтобы у вас внизу не залезла к шее это все дело то есть по пройму вы останавливайтесь когда у вас устраивает вот эта ширина а вырез горловины продолжайте сокращать пока вас не устроит как бы ширина вот этой вот завязки далее переходим на черную нить и вяжем длину нашей завязки вот сколько вам нужно вот разница может быть как бы в этих вырезах либо будет она либо не будет еще один вариант вы можете просто закрыть все петли спинки и отсюда уже добра в петли связать завязку как бы чтобы спинка у вас была открыта чтобы вот это вот все было бы только на передней талина там нет там там она связана вот проглядывать я так вижу это как вариант в принципе все девчонки больше нечего сказать все просто просто единственное что вот вот здесь вот эти правильно определить сколько закрывать пройму но это только мель только мерять на себя и смотреть останавливаться в нужный момент и глубина выреза тоже мерять на себя все по сути больше ничего больше нечего сказать все девчоночки на сегодня все с вами была века школа рукоделия всем пока пока а еще не сказал вопрос до пряжи тоненькая акрил хлопочек самый-самый тоненький и тоненькие спицы и легенькая легенькая что-то чтобы не утяжеляло а на сегодня все с вами была века школа рукоделия всем пока пока